Неустойчивый характер погоды с температурными колебаниями от минус 5 ночью до плюс 5 днем является причиной гололедов на дорогах и увеличения случаев травматизма. В нашем видеосюжете расскажем, как избежать травм и знают ли белорусы основные правила безопасности при гололеде. Был вывих, вышла с автобуса и подскользнулась, так как было скользко. Здесь поднимался, упал вчера. Ездил к доктору, сказали ничего страшного. При мне вчера у молодой человек. Очень вчера было скользко вообще, то есть ходить невозможно практически по улицам. Вчера было скользко, но по крайней мере таких происшествий не произошло. Очень скользко ходить, особенно на съездах, на горочках, просто ужасно. Что у вас случилось? Перелом лодыжки, да, голеностопа. Быть аккуратнее, осторожней. Ну, сгруппироваться, поджимать руки, ноги, голову, ну. Нужно обувь подбирать в соответствующую погоде. Ну, вообще, говорят, нужно ступать на всю стопу, ни на пятку, ни на носок, чтобы не поскользнуться и не поехать. В первую очередь быть внимательным. Это как бы так. Выходить на улицу нам все равно приходится. Ну, и желательно, конечно, чтобы наши коммунальные службы тоже смотрели за этим вопросом. А это непредсказуемо, правда, Патыш. Тем более, если руки в карманах, там ничего не поможет. За последние сутки, вот, когда гололед начался с вчерашнего дня, к нам вратилось около 150 человек. Чаще всего при падении это переломы в области предплечья, в области плечевой кости, а также лодыжки, шейки бедра. В первую очередь надо выглянуть в окно и посмотреть, что там находится. Потому что почему-то, когда начинается гололед, всем надо хлебушка купить или молока. Если такой гололед, лицам пожилого возраста лучше вообще остаться дома и не выходить. Тем, кому надо, лучше выйти раньше на работу, потому что в основном травма получается, когда человек торопится на работу. Там за автобусом бежит, еще, то есть ускоряет шаг, вот, нарушается координация, тогда, конечно, падает. Следить за тем, чтобы обувь была удобная, рифленая подошва, которая меньше скользит по льду. В то же время надо думать, в первую очередь, тоже и о водителях, да, потому что у них тоже нарушен обзор, темно, плохое освещение. И у нас, как ниндзя, начинают ходить все. Черная шапка, черная куртка, черные штаны, черные ботинки, перчатки черные. То есть человека вообще практически не видно, он появляется просто из ниоткуда. При падении, как бы, группироваться, во-первых, да, чтобы не была там отведена рука, вот, не затягиваясь с обращениями за медицинской помощью. Продолжение следует...